Ребята, всем привет! Как вы наверно знаете, я снимался в Яралаше. Сейчас бы я хотел вам рассказать, как я туда попал, с чего начинал и вообще показать свой небольшой архив со съемок в Яралаше. Поехали! Итак, как все начиналось у меня? 2014, мне 10 лет. Я занимаюсь в театральной студии «Маленькая луна» и узнаю, что срочно нужны дети на массовку в киножурнале Ярала. Скажу вам по секрету, я очень хотел там сняться. На следующий день мы с родителями рано утром примчались в парк Сокольники на съемочную площадку. Это был жутко промозглый серый ноябрьский день. Сниматься было интересно, но холодно. Благо меня спасали грелки, мысли то, что я снимаюсь в Яралаше и чаек. На самом деле сюжет этот не вышел. Ну, так бывает. Вот тогда я и узнал, что все слухи, что в Яралаше попадают по блату чушь. А этот видос со съемок моего 10-го сюжета вместо тебя с Яной Поплавской, ну красной шапочкой. Здесь у меня возникли небольшие сложности. По сценарию мой герой должен прихлопнуть по лгу учительницу, которой играет Яна. Ну, чтобы убить муху. А рука наотрез отказалась это делать, но после нескольких репетиций у меня это получилось. А еще я научил меня скашивать глаза, но это у меня не сильно хорошо получилось. А вот когда на съемочной площадке появился Александр Рева, мы с Борис Юрьевичем не смогли отказать ему фотографии. Представьте, я был боксером-неудачником, мечтающим стать звездой. Ну, или дворником. Кстати, профессия дворника в Яралаше меня преследует. Кем ты собираешься быть, когда вырастешь? Дворником. Было немного обидно, когда я увидел, что после монтажа мой текст о достоинствах дворника, который я учил два дня, сократили до 10 секунд. Кстати, информация проверена лично мной. Единственное, что я заплатил, это 1000 рублей для того, чтобы встать в базу Яралаш. Согласитесь, неплохая инвестиция. Кстати, роли получают дети именно из этой базы. Режиссеру попадает на руки сценарий. Ознакомясь с ним, он понимает, какие типажи ему нужны. Он детей, которые подходят, приглашают на кастинг, дают им бы учить текст, снимают эти пробы на камеру и отсылают Борису Юрьевичу Грачевскому. Именно он уже выбирает, будет сниматься ребенок или нет. И я все время хотел сняться, ну, не в классе, не на морозе на улице, не в лесу, а на пляже летом, около озера, шашлычки, мошлычки. И вот оно, настало, наконец-то. Сюжет Яралаш, Сережка. А вообще Яралаш это большая семья. Я считаю себя частичкой ее. И пользуясь случаем, я бы хотел передать привет съемочной группе Яралаша. Борис Юрьевич Грачевский, Аркадий Заграбович, Лена Мирманова, Рустам, Наталья Борисовна, Вика. Польшущий вам привет! Сейчас смотрите. Давайте к другому видео. Эй, лайк. Лайк, подписаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok